26-летний Петер Либерс, ученик Виолы Штрегер и что? Неужто Фредди Меркури сейчас прозвучит? Нет, всё-таки в обработке Дэвида Гаррета. Ну, может быть, вокал всё-таки оставили. Куин и Нирвана в обработке Дэвида Гаррета будут звучать сейчас от Петера Либерса. Я даже не помню, сколько раз он справился чемпионом Германии. 5, 7, много. В этом году, кстати, не участвовал. Не так много, да. Пять раз всего лишь он был чемпионом своей страны и дважды серебряным плитером. 5 место после короткой программы. Порно. Идут лидеры на четверноту Луб, идут, но многие падают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Несмотря на заявленную музыку, «Красная линия» через произвольную программу Петра Либерса прошла все-таки композиция «Квинн». А вот куда КБ на деле не очень понятно. Не первый раз мы видим Петра Либерса в нынешнем сезоне. Я все жду, жду Нирвану, никак не дождусь. А так хотелось завернуть что-нибудь вроде там «Квиннский дух», подростками там пахнет, но «Smells like King Spirit» я, честно говоря, не услышал. Возможно, она и была, но слишком уж хорошо завуалирована под «Квинн». Петра Либерс в прошлом сезоне был шестым. Это стало его лучшим результатом на чемпионате Европы на Олимпийских играх в Сочи. Он также прыгнул, я считаю, выше головы в Сочи. Он был вообще великолепен. Занял пятое место в короткой, чуть похуже выступил в произвольной, но по сумме стал восьмым с великолепной для себя суммой 239,87 балла. Сейчас такая сумма, думаю, что может обеспечить ему место на пенестале почетной. Другое дело, что ее не будет этой суммы. Все-таки Либерс не слишком успешно откатал свою произвольную программу. Во всяком случае, с Сочи сравнивать просто нельзя. Пошел на четверной тулуп, упал. Его падение не осталось незамеченным для судей, в отличие от некоторых арбитров, который так же упал, как Фернандес. Но только, может, Фернандес с Альхова упал. Это не так считается, как с тулупом. Не могу понять. Ну, падения-то были идентичные. И мы видим, что оценка за технику у Петра Либерса почти 20 баллов. В 17,5 наступает оценка Хавьера Фернандеса. Да, не было второго четверного, но грязи в катании испанца было, ну, ничуть не меньше. Недокрученный Уойлер у Либерса, к примеру, за похожий каскад. Выше даже оценки. Ну, у Хави, конечно, компоненты. Мы сейчас на них вообще не обращаем внимания. Мы обращаем внимание исключительно на оценку за технику. У Фернандеса все вращения четвертый уровень. У Либерса все третий. Соответственно, он потерял, потерял немало. Ну, и судьи Фернандеса, конечно, отплюсовали эти самые вращения значительно щедрее, чем Либерсу. В итоге это все вылилось в 17,5 баллов разницы за технику. За компоненты что-то примерно на том же уровне. То есть сейчас вы увидите 30 баллов отставания Либерса. 35 получилось, да? 17,5, еще 17,5. 35 баллов отставания в одной только произвольной Либерса от Фернандеса не удивляет. А, собственно, так оно и есть. 173, 138, вот они 35. Он третий, он проигрывает Алексею Быченко. И, значит, может даже не повторить своего прошлогоднего успеха и на шестом месте не остаться. Пит Кееву до Либерса осталось всего 3-2. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30.